Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно начинаем с цифр статистики. На пожарах ИЧС с начала года столичные спасатели совершили уже более 2900 выездов. В огне погибли 23 человека, из них один несовершеннолетний. 36 граждан, из которых двое детей, пострадали. 48 человек работникам МЧС удалось спасти из опасных зон. О подробностях происшествия ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник около 5 часов дня встревоженные соседи сообщили в службу 101 о подозрительном запахе дыма из квартиры по проспекту Любимого. Оперативно прибывшие к месту вызова спасатели, проникнув в квартиру на 6 этаже, обнаружили в кухне на полу обгоревший труп мужчины. Скорее всего, 62-летний хозяин попытался разжечь газовую плиту, но в результате вспышки газовоздушной смеси на нем загорелась одежда. Известно, что пенсионер проживал в однушке вместе с сыном. Но в момент трагедии никого дома не было. Слишком горячей оказалось печь в среду днем по улице Вилейская. Здесь в перекрытии кровли в блочной бане загорелся утеплитель. Обнаружив пожар, погорельцы тут же позвонили в 101. Прибывшие работники МЧС оперативно справились с огнем. Виновником случившегося стал 28-летний сын хозяйки. Чтобы при эксплуатации печей у вас не случился пожар, помните. В отопительный сезон очищайте дымоход от сажен не менее одного раза в два месяца. В печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Это позволит своевременно заметить появившиеся на нем трещины. Минск чрезвычайно. Сразу две жизни унес пожар в заводском районе столицы в четверг. Трагедия случилась около полудня в жилом доме по улице Герасименко. Жертвами огня стали хозяйка квартиры, где произошло возгорание ее мать. Как зачастую бывает в таких случаях, о возгорании на линию 101 сообщили соседи. Спасатели смогли остановить стихию. При помощи специальных масок по лестничному маршу спасли пять человек, среди них двое детей. Еще 15 человек были эвакуированы из подъезда. К счастью, никто из них не пострадал. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют специалисты. Среди рассматриваемых версий пожара неосторожное обращение с огнем одной из погибших и короткое замыкание электропроводки. В пятницу вечером оставленная 21-летним парнем на горячем двигателе автомобиля канистра с ЛВЖ стала причиной пожара в гараже частного домовладения по Охотскому переулку. В результате ЧП был поврежден представитель советского автопрома «Москвич» 412-й модели и обшивка гаража. К счастью, никто не пострадал. МЧС призывает граждан, будьте внимательны, аккуратны в обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и не пренебрегайте правилами собственной безопасности. Минск чрезвычайно. Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом стало причиной загорания макулатуры и обшивки заготовительного пункта на улице Челюскинца в ночь с пятницы на субботу. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими бойцами МЧС. В конце недели в столице сразу несколько водителей стали пешеходами. В первом случае днем в гараже по улице Харьковская загорелся рено-лагуна. Огонь повредил моторное отсекло, как красочное покрытие, пластиковые элементы кузова не только французского хэтчбека, но и стоящего рядом Фольксвагена Шарана. Уже вечером пожарные ехали на аналогичный вызов. На этот раз в гараже на территории частного домовладения по переулку Богдановича полыхал джип-командер. А дальше все как под копирку. Огонь повредил моторное отсекло, как красочное покрытие, пластиковые элементы кузова не только джипа, но и стоящего рядом японца. «Хонды Цивик». Вероятнее всего, причиной этих пожаров стало короткое замыкание в моторном отсеке. МЧС в очередной раз призывает тех автовладельцев своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать свои авто. И еще одно ЧП произошло вечером в воскресенье. В результате столкновения на 48-м километре внешнего кольца МКАД автомобилей «Фольксваген Пола» и «Опель Вектора» спасателям пришлось заблокировать 34-летнего водителя. Спасенные из стального плена «Опелем», автомобилист, а также водитель другой разбитой машины были госпитализированы. Такой была ушедшая неделя в Минске. Минск чрезвычайный. В заключении хотелось бы напомнить, что в эти дни в республике продолжается акция «Безопасный Новый год». МЧС еще раз обращает ваше внимание на необходимость соблюдения основных правил безопасности при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Петарды, ракеты и салюты покупайте только в специализированных магазинах. Пользуйтесь только исправными электрическими гирляндами. А уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы и закрывать форточки. В случае ЧАЭС звоните по телефону 101 или 112. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.